Лечить так лечить, учить так учить в этом месте умеют и то и другое. В Северокавказском медицинском колледже готовят будущих медиков. После выпуска им предстоит оберегать жизни и здоровье пациентов. Но в этом году болезнь сама едва не вмешалась в учебный процесс. С трудностями, связанными с угрозой коронавируса, удалось справиться благодаря помощи краевых властей. Меры экономической поддержки позволили продолжить обучение в плановом режиме и сейчас способны дать стимул для дальнейшего роста. Сейчас происходит взаимодействие с фондом микрофинансирования Ставропольского края на выдачу льготного займа для покупки необходимого нам нового инновационного оборудования, для того, чтобы мы могли оказывать нашим пациентам помощь на более качественном и современном уровне. В этом году помощь бизнесменам, столкнувшимся с трудностями из-за коронавируса, стала важнейшей частью работы Министерства экономического развития региона. При этом меры поддержки позволяют увереннее смотреть в будущее. Они касаются в том числе обучения. Например, для предпринимателей в сфере медицины планируют наладить систему стажировок. Медицина, как и обучение, всегда будет актуально. И нам бы тоже хотелось, чтобы, особенно сейчас, наши медики, именно те предприниматели, которые имеют свои клиники, позаимствовали опыт передовой других государств. И, соответственно, чтобы из других государств к нам тоже приезжали, смотрели. Опыт Северо-Кавказского медицинского колледжа способен показать другим, как эффективно использовать инструменты государственной помощи. В ближайшее время при учебном заведении намерены открыть клинику и начать прием пациентов. Мы создаем рабочие места. Вот в медицинском колледже на сегодняшний день создано уже 70 рабочих мест. И это не предел, потому что мы планируем расширяться. У нас грандиозные проекты. В институте создано более 15 рабочих мест на сегодняшний день. В клинике планируется создать более 40 рабочих мест. И мы платим налоги. А мы делаем вклад в экономику нашего края. Воспользоваться господдержкой могут другие малые и средние предприниматели Ставропольского края. Как это сделать и какие возможности доступны прямо сейчас, об этом можно узнать на сайте Министерства экономического развития региона и Краевого фонда поддержки предпринимательства. Там есть вся информация об антикризисных мерах, действующих онлайн-сервисах, льготах и субсидиях. Леонид Нечапуренко, Яна Лукошкина, Алексей Кравченко. Ставропольское телевидение.